Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос. Как увидеть в себе ценность, я вижу ее во многих, а себя воспринимаю как пустое место. Смотрите, начать, именно начать, здесь нужно со следующего. То, что вы описываете, называется проекцией. То есть вся та ценность, которую вы видите у других, это ваша ценность, которую вы не присваиваете себе. И чисто, если говорить прям технически или примитивно, то, что можно сделать здесь, просто начать присваивать. То есть говорить о чем-то от первого лица. Это доходит до смешного на самом деле, когда вы цены только потому, а хотя бы, что вы увидели ценность, и в другом человеке вы уже цены. Потому что кто-то другой этого не видит, а вы увидели. Но для того, чтобы это произошло, нужно вот прям физически себе это присвоить. Что значит физически себе это присвоить? Это вербально. Если я вижу в этом человеке ценность, если я вижу в нем ценность, я заметил это, это или заметил, вот, то, ну, соответственно, я молодец. Прямо-то я мог бы этого не заметить, но я заметил, я молодец. Человек не видит ценности везде, где угодно. Но он ее не видит везде, где угодно, не видит. Человек видит ценность в чем-то, в чем-то, в чем-то, в чем-то определен. Человек видит ценность, ценность, вот. И, значит, что это значит? Если человек видит ценность, где, ну, в чем-то определен, ну, в чем-то определен, значит, что для него это, ну, тоже ценность. Я не могу увидеть ценность, где-то, да, если для меня, для меня это ничего не значит. Ну, не могу. Это первый, первый момент, момент. Второй момент. Почему вы себе это не присылали? Опять же, есть простой ответ, довольно-таки, есть ответ по словам нет. Простой ответ. Нет-нет аргумент. Вы ищите аргументы для того, чтобы сказать, вот я ценен или цена там-то, 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 потому что, потому что то-то, 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 я цена. Ну, вот так сказать не получается, аргументов нет. Если, если аргументы и есть, то их недостаточно, этих аргументов. Их недостаточно. Ну, просто, вот, их недостаточно. Они, ну, их всегда можно оспорить, любой аргумент, можно оспорить, любой аргумент, можно подвергнуть критике и так далее. Это, ну, простой ответ. Ответ посложнее. Будет звучать так. Так. Если вы себя обесцениваете, а просто вы не видите своей ценности, это значит, что вы себя обесцениваете, то это уже, это уже другая психологическая защита. Когда я делаю с собой то, что присваиваю другим. В некоторых случаях это репрофлексия. И в некоторых случаях это импироекция, когда я думаю про себя то сам, что на самом деле думает другой человек. Я это, я это делаю свои, делаю свои. Да? То есть тут вот такая, такие, такие защиты. Для чего? Чтобы быть плохой, плохим. Чтобы не быть хорошей, хорошим. Чтобы быть хорошим. Или, или хорошим. Вот, это страх быть, страх быть, страх быть плохим, плохой, и страх конфликта, страх конфликта. Если, если я буду плохим или плохой, это будет конфликт, а в конфликте я не знаю, что делать. Ну, вот, я не знаю, что мне делать, что мне делать в конфликте. Потому что в конфликте тоже нужны аргументы, а у меня их нет. И вот сложность заключается в том, что вся эта сложная конструкция, которую вы себе как-то вот, ну, выстраиваете, вся эта сложная конструкция, нужна вам только потому, что вы не доверяете себе, не опирать, не опирать себя себя. Вот. Это можно все скорректировать, но уже сейчас вы можете начать что-то для себя делать. Например, когда вы говорите, что я вижу, ну, ценность у других, А вы, ну, вы действительно можете, можете видеть, видеть, ценность у других, действительно. Скажите то же самое про себя. И с этого все начнется. Очень важный момент, вам нужно признать, что вы злитесь на кого-то. Вам нужно признать, что вы можете, что вы хотите, что вы хотите на кого-то злиться, что вы чувствуете на кого-то. Начать ее выражать, причем без, ну, без аргументов. Это очень, значит, ну, очень важный момент, чтобы не было аргументов, чтобы не искали аргументов. Эээ, ну, для, ну, грубо говоря, оправдания своих, эээ, ну, своих чувств, да, свои, значит, свои воли, там, и так далее. Тут очень, это очень важный момент, на мой, на мой взгляд. И вот, собственно, в этом направлении вам необходимо двигать. Дальше. Дальше. Ценность свою, вот, как вы видите в себе ценность, да, ее нельзя увидеть, ее можно почувствовать только, почувствовать. И возникает вопрос у меня, а вот как вы поймете, что вы увидели в себе, ну, ценность, вы как это поймете? А что если я скажу, что вы уже ценны? Тем, что вы как-то отвлекаетесь на что-то. Тем, что, что у вас есть какое-то отношение к, ну, к чему-то. И этим вы уже ценны. И вот, когда я это говорю, прислушайтесь к тому, как вы на это реагируете. Скорее всего, вы отреагируете скепсисом. Ну, как-то так. У всех людей есть отношения. Все люди что-то чувствуют в ответ на какие-то раздражители. Как-то так. А так. А теперь мы переходим к требованиям. У вас не просто желание увидеть свою цену, а требование к своей цене какое-то. То есть это не просто ощущение какое-то, а требование. И если вы требуете от себя быть какой-то по ценности, выставляете планку своей ценностью, возникает интересный момент. А что если вы не ценный или не ценным, чувствуете себя тоже по требованию? Интересно, кто бы мог это быть? Кто мог бы требовать от вас быть не ценный или не ценным? Что это за человек такой? А может быть не человек, может быть группа людей, может быть не группа людей, а какой-то информационный источник. Вот книга. Какие-то тут какие-то традиции и так далее. Ну вот. То есть вы не ценным человеком являетесь только ввиду того, что приняли как свои некоторые требования. Мы не заметим, как это произошло. Вероятно с детства вы это делали. Ну так. Идея эта заключается не в том, чтобы копаться в вашем детстве. А идея заключается в том, чтобы сейчас увидеть эти требования. И вообще просто к ним критически хотя бы отнести. А не эти требования вообще мои к себе, к своей ценности. Про что? Я их вообще откуда взял? Или взяла? Или взяла? От кого? От кого? Слышал? Слышал. И так далее. Вот. Как-то так. Как-то так. Человек, который не чувствует себя ценным и очень ценным, очень часто обладает, что называется, стремительным мышлением. Он очень быстро мыслит. Он очень быстро. И он мало что чувствует. Человек не чувствует себя ценным, когда он в принципе мало что чувствует. А мало что чувствует потом, потому что не замедляется. Он очень быстро живет. Вам необходимо замедлиться. Как только вы замедлитесь Обратите внимание на какие-то базовые вещи В себе, вы тоже почувствуете Тревогу, сопротивление и так далее Почему? Потому что в этом скрытым Скрыты многие ощущения Ваши В том числе неприятные Которые вы в себя подавляете Они не выгодны вам Такой еще вопрос А если чувство неприятное Как дела обстоят с моей ценностью? Или я ценен Только когда чувствую Позитивные чувства Ну, позитивные чувства Я думаю, что Как бы Ответ на этот вопрос Попробуйте дать сам Это было бы интересно На этом все Я желаю вам всего Самого доброго Я желаю вам удачи Надеюсь, что это было интересно Для вас Полезно Вот Ну, принимайте Меняйте на практике Если не достаточно будет Надо будет Задуматься о психотерапии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому